Если мы посмотрим, как материя определяется в словарных статьях, то обнаружим, что в них очень часто повторяется следующий тезис. Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. – Объективная реальность данная нам в ощущениях. Реальность данная нам в ощущениях – это более широкое множество, чем только материя. У нас же пространство – тоже реальность, оно нам тоже дано в ощущениях, когда мы можем ощущать свободу перемещения тела любого по пространству объема ощущать мы понимаем что будучи замкнуты в каком-то объеме мы лишаемся возможностей то есть это люди которые дают определение они не понимают что это есть два объекта материя и пространство и они нам оба даны в ощущениях то есть безграмотное определение и но везде присутствует материя это ну строго если подходить материя это то что расположена в пространстве и проявляет какие-либо свойства вот это все материя мы об этом снимали отдельный видеоролик кто хочет может поиски посмотреть но действительно ли такое определение материи корректно давайте разберем это утверждение начнем с того что материя нам дана в ощущениях ощущение это внутреннее переживать материя дана в ощущениях это тоже как как бы бред формулировка дана в ощущениях это то есть если ты в отключке у тебя ощущение не да то материя определение материи от этого зависит да вот мы застрелили курочку курочка не ощущает материю теперь значит нет материи для курочки или вообще монет материи это некорректная форма задачи дефиниции так кто-то сказал глупость и мы сейчас разбираем внутреннее переживание которое у нас возникает в результате воздействия внешних предметов на органы чувств но можно ли сказать что на наши органы чувств воздействует именно материя увы нельзя в самом деле возьмем например воду на наши органы чувств действует материя в том числе и материя кузы воду не воду что ты возьмешь ты сейчас можешь только соврать по этому тезису по моему или ты слишком замудрил что там воду очевидно что вода на нас оказывает одно воздействие а материя воды водород с кислородом другое материя воды водород с кислородом потому что поделись про что ты говоришь про воду или про кислород или про водород или обратно совокупность кислорода водорода форме воды это ты не можешь сосредоточиться ты чё то так это что за канал то скрытый смысл на скрытый смысл философия это вот наукообразие наукообразие измышлизмы если бы в обоих случаях на нас воздействовала только материя то воздействие было бы одинаковым а поскольку это не так стоп стоп у тебя воздействует материя в том в другом случае да у тебя можно молотком ударить и можно перышком ударить еще если бы это был и обе материи то воздействие было бы одинаково а поскольку это не так то это значит молоток это не материя или чё или перышко не материя чё за сумбур то слишком много бреда на кадр это не так значит в каждом отдельном случае на нас воздействует как минимум не только материя но и то что эту материю оформляет то есть оформляющий принцип а оформляющий принцип является проявлением не материальной субстанции если смысл это смотреть или достаточно уже прекратить бреда уже много было до этого момента но скажем так вот есть наука и официально да и приверживаться этой науки юридические лица скажем так от науки да есть просто граждане и фантазии вот наибольший наибольшую пользу народу мы принесем если будем разбирать именно фальсификации в науке а недосмыслы фантазеров различных не имеющих отношения к науке наверное мы не будем разбирать ну или так под интерес под возможность иногда вот с вашим просмотром вашей деятельности надо наверное прекращать станции об этом мы говорили в предыдущем видео но что если абстрагироваться от качества воздействия от формы материи и сказать что материя вообще это то что вообще оказывает некое воздействие но и здесь все не так просто ведь чтобы что-то одно оказывало воздействие на что-то другое то воздействующие и претерпевающие должны различаться а различаться значит иметь определенную форму а форма означает присутствие оформляющего принципа значит воздействие может производить форму без понятия границы раздела формирующий принцип только одна оформленная материя на другую оформленную материю то есть воздействовать друг на друга могут только материальные вещи стоп тогда вам придется выкидывать поле поле в вашем понимании тогда не оформленная материя потому что вот ну что такое поле да где вы тут форму поле нашли она бесконечно расходится во все стороны так не оформленная материал вы что и выкидывать будете вот как то вот слова с реальностью расходятся материя же сама по себе без оформляющего принципа ни на что воздействовать не может а то что не может ни на что воздействовать не существует как какое-то самостоятельное бытие или сущность оформляющего принципа нет поле существует, нет? Что вы думаете об этом? Или сущность. Это значит, что материя вообще – это пустая абстракция. Это подтверждает специальности. То есть воздействовать друг на друга могут только материальные вещи. Материя же сама по себе, без оформляющего принципа, ни на что воздействовать не может. А то, что не может ни на что воздействовать, не существует, как какое-то самостоятельное бытие или сущность. Это значит, что материя вообще – это пустая абстракция. Мне кажется, что меня можно пытать такими видео. Посадить такого, привязать, глаза расширить и вот так вот это вот… Казать мне так. Я такой буду… Не, я найду выход. Я отключусь и в тайнах своего мозга буду заниматься другой деятельностью. Я не смогу это смотреть, честно. Не хочу. Простите, пожалуйста. Вот любые измысливания, их можно генерировать. А зачем вы вообще это вот выставляете? Вот представьте, вот их много. Они вот это вот генерируют, генерируют, генерируют. И на нашей планете вот куча вот этого шума, постороннего шума, который люди как-то находят. А из-за того, что много постороннего шума, среди них достоверной информации просочиться очень трудно. Потребителю очень трудно, среди этого шума, которого везде много, найти что-то достоверное. Поэтому наша разумная цивилизация – это единственный источник достоверных знаний. Мы можем стать единственным на планете фильтром чистой воды или фильтром достоверной информации, чтобы оградить мир вот от этого ужаса. Тиражируемое дерьмо, 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 дерьмо в головы, в головы. Это вот сколько потраченных жизней на это. Вот считал статистику по каналу, и когда там первые 10 жизней забрал научный трибунал из мира, ну как, посчитал там количество часов в день. Ну, писал просмотры этого видео, да, количество часов в день там. Допустим, человек может 8 часов смотреть видео, да, 365 дней там. Допустим, первые там 10 лет откидываем, оставляем лет 50, да, вот умножил на 50 лет непрерывного осмотрения. Я понимаю, что когда эти часы набираются, ты забираешь жизнь одного человека. Вот человек полностью просмотрел твои видео. На этом кончилась его жизнь. А другой, если смотрит другой канал, смотрит бред. Жизнь потрачена на бред, да. Оторванное жизнь, ну вот время вырванное из жизни, оно мешает тебе заниматься чем-то плодотворным, другим. То есть ты можешь на образование потратить только часть своей жизни. Дальше ты должен на деятельность, на какую-то тратить. Вот, это значит, мы распределяем это время уже на количество людей. И вопрос о рациональности встает. Если большинство наших людей, большинство своего свободного времени будут тратить в большинстве своем слабоумное видео, мы, как цивилизация, будем только деградировать и скатываться. А слабоумие расширяется. Оно же, ну, гомеоморфологи генерируют все новые и новые порции бреда, алгебраической геометрии и так далее. Надо как-то спасаться самим, спасать нашу планету вот от этих потоков гноя. С вами был Виктор Катюшек, канал Научный Трибунал. Будьте с нами, что-то делайте, подключайтесь. Надо противостоять вот этому вот всему. Всем доброго. Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачено всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и с самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Но. Но. Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Дураки нас окружают. Вы должны этому как-то противодействовать. Поэтому подписываемся на наш канал, смотрим контент, ставим лайк и распространяем по возможности по интернету. С вами был Виктор Катюшек, канал Научный Трибунал. Ба-ба! Катюшек! Субтитры подогнал «Симон»!